Вот полная у нас карта, да? Бумажные карты и компасы в сторону. Бойцы отряда «Честь» работают исключительно с современными навигационными программами. Да, нынешним добровольцам знания придется подтянуть. Многие армейскую карьеру завершили десятки лет назад. Но реалии на поле боя меняются постоянно, и в этом нужно уметь разбираться. Прогресс не стоит на месте. Техника новая, вооружение новое. Мы это изучаем и стремимся это все полностью выучить, чтобы нам помогло в будущем и на плохие времена. Не дай бог, конечно. Сегодня каждый понимает, что внешнеполитическая и военная обстановка вокруг республики складывается не самым лучшим образом. Единственным способом противостоять любым силам – это быть максимально готовым, максимально заряженным. Ты обязан просто уметь держать в руках оружие и в нужной степени его примить. Сергей Берестевич на гражданке директора ресторана. Но за плечами спецназ, а в этом деле бывших, как известно, не бывает. До сих пор поддерживают высокую физическую и моральную форму. По первому зову Родины мы прибудем в строй, станем рядом с действующими сотрудниками, с действующими военнослужащими и защитим свою Родину, свои семьи. Отряд спецназначения «Честь» не единственный в стране. Подобные формирования созданы во всех силовых структурах МВД. В их состав вошли военнослужащие и ранее проходившие службы во внутренних войсках. Общая численность – более полутора тысяч человек. Это максимально заряженные бойцы, готовые в любой момент встать на защиту Родины. Когда бойцу или офицеру спецподразделения приходит время покинуть службу, мы делаем все, чтобы спецназовец и дальше мог заниматься любимым делом и продолжать приносить пользу государству, ну а в трудную минуту стать плечом к плечу с действующими бойцами. О том, что мы в шаге от глобального конфликта, эксперты говорили уже не раз. О том, что надвигается большая опасность, предупреждал и наш президент. Западный блок не оставляет попытки сохранить прежний миропорядок. От этого наш регион погружается во все больший военный хаос. Украина тонет в крови, США не жалея подбрасывает снарядов. В том числе политических, накачивая западное общество тезисом, что с Востока готовится удар. Хотя есть очевидные факты, что это не так. Способы введения вооруженных конфликтов постоянно меняются, и мы это учитываем. Дроны выполняют различные задания в вооруженных силах, от разведки до поражения целей противника. Сейчас проходит очередная модернизация вооруженных сил. В центре внимания беспилотные летательные аппараты, а также способы радиоэлектронной борьбы. Сейчас мы все видим, что без беспилотнику ВПЛА нет войны. Но каким бы ни было оружие, главное это люди, способные защищать свою страну. Оборона выстроена на разных уровнях. Недавно вернулись к народному ополчению и территориальной обороны. Это подспорье для профессионалов и дополнительный уровень защиты для населения. В случае необходимости под ружьев встанут сотрудники МЧС и даже охотники. У нас будет территориальная оборона. Надо уже посмотреть с учетом современного боя, какая должна быть эта территориалка. И народное ополчение, чтобы каждый дом мог защитить человек, который не попадает в армию. Старики там и так далее, но хорошо владеющие оружием. Система у нас определена, она практически создана. Мы ее проверяем. Госсекретарю задачи поставлены железно, чтобы это было все проверено, не для показухи, начиная от народного ополчения до вооруженных сил, до армии. На неделе стартовала команда штабного учения с органами управления терробороны Витебской области. Задача охрана важнейших объектов. Диверсионно-разведывательные группы противника могут нагрянуть и днем, и ночью. Бойцы терробороны круглосуточно на посту. Система войск территориальной обороны существует с начала 2000-х. За это время она доказала свою целостность, системность и целесообразность. Сейчас необходимо скорректировать работу, учитывая опыт современных военных конфликтов. Виктор Колбуна военно-политической ситуации внутри и вокруг страны знает не понаслышке. За его плечами служба в правоохранительных органах. Признается, такой опыт пригодился здесь, немало в подразделении и бывших служивцев. Средиальная оборона имеет огромное значение, по моему мнению, так как штатные подразделения вооруженных сил в случае вероятного конфликта убывают из населенных пунктов в места выполнения задач, а обеспечивать и порядок, и работу с диверсионными группами как раз возлагается на территориальную оборону. В сборах подобного типа я впервые и отрабатываю вопросы масштаба. Обеспеченность с первого дня, конечно, даже немножко удивила. Полная обеспеченность как вещевым, так и другим имуществом. Остальное то, что положено иметь подразделением по штату, по приказам всем, все это имеется. Одна из задач учений – отработать действия для борьбы с беспилотниками. Только в этом году зафиксировано пять фактов нарушения нашей западной воздушной границы. Белорусские военные готовы встретить непрошенных гостей во всеоружии. К примеру, этот комплекс поражает воздушные цели с максимальной точностью. Еще одна новинка – беспилотник с вертикальным взлетом. В небе может находиться до шести часов. Мы используем различные наши возможности, возможности Академии наук, в том, чтобы беспилотные летательные аппараты были совершенны. То есть мы делаем свою оптику, делаем на основе искусственного интеллекта программы обработки, алгоритмы обработки для того, чтобы на беспилотном летательном аппарате проходила вся система обознавания объектов, их слежения и прочие-прочие вопросы, которые позволяют нам делать программы искусственного интеллекта. А чтобы в неумелых руках белорусские беспилотники не стали просто железом, на предприятии создали специальные тренажеры. Взять управление в свои руки на деле оказалось не так уж просто. Учат управлять дронами и в ДСААФ. Только в прошлом году соответствующий сертификат получили почти 700 человек. В 2026-м планируют готовить операторов для силовых структур. Учиться будут молодые люди призывного возраста. В каждой области созданы секции по дронрейсингу. На базе этих секций будут отрабатываться вот эта вот программа, чтобы уже на 2026-й год прийти без каких-то шероховатостей, чтобы она уже была такая отработанная. Гражданская подготовка – это больше упор делается на соблюдение законодательства. Гражданская, да, а если это для вооруженных сил, то это решение боевых задач. Беларусь придерживается принципа «хочешь мира – готовься к войне». Мы не собираемся и не хотим воевать, об этом не раз говорили. Наша страна стремится избежать военных конфликтов любой ценой. Глеб Прокофьев, Анжелика Исаения, Евгений Титов, Неделя СТВ.